Та-да-да! Это реально мой знакомый тут нарисован. Прям под Путиным. Вот эта станция, куда приезжают все иностранные студенты с Пекина, они выходят в город, видят вот эти вот развязки и они вот так вот стоят, просто думают, куда мы попали, что это вообще такое. Тут просто забросили дом, я не знаю, видно тебе или нет, но там как бы все предметы остались, то есть рисоварка, там еще какие-то вещи. То есть некоторые дома люди просто бросают. Вот это на снос, вот этот значок значит снос. Это значит, что здание на снос. Они посмотрели на карту и они просто представления не имели, что где, потому что они не знали, где вот это вот что, вообще куда ехать и где что находится. Выбираешь себе костюм. Выбираешь себе костюм. Хочется как оформить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут буквально написано монтажная комната для видео. Вакцины никакие последние две недели не делал, правильно? Делали ты вакцинацию от гепатита. Ты, короче, что-нибудь делал в последние годы? Нет, нет. Называется проверка на толстую каплю. Так можно легко обнаружить малярию, например. Люди, которые еще не сдали кровь. Я первый раз. Поеду, поеду, поеду. Это традиционная китайская медицина. Наконец-то на меня повесили штрихкорды. На ней 50 вианья, ты можешь на них купить себе какие-нибудь подарки вот там в магазине. Я почетный донор КНР. Требования к тому, кто сдает кровь, очень простые. Должен быть старше 18, но младше 55, обладать хорошим здоровьем и только что пообедать, ну, или поужинать, если заешь вечером. Здесь до 4.30 можно сдавать кровь только. Четыре часа не снимай повязку. Два-четыре часа не занимайся активным видом спорта. Тебе дали 30 юаней только. Тебе подчиняемся. И... Мы только что сдали, я и Эрика, свою кровь. Я 400 миллилитров, Эрика 200. И получили по карточке. Я получил карточку на 50 юаней, а Эрика получила карточку на 30 юаней, которую можно потратить в местном супермаркете. И мы сейчас пойдем, с удовольствием это сделаем. Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Все писали посты, я спала. Короче, поехали на двух тачках, мы же хотим приключений, правильно? На двух? Да. Чендую это слишком сейсмоопасная зона. По-моему, в прошлом году или два года назад было землетрясение, сколько-то? 6 баллов или 5? И они все просто выбежали голые на улице и потом в сети было миллион фотографий. 16 юаней, а эти чуваки на вокзале хотели 160. Как вас зовут? Дора? Да. А где вы учите русский язык? Вы в университете. Систете. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Вот у нее веселый пост. Как вы говорите в английском? А мы прям все влазаем, не можешь? Нет, Дима думал в лесу. Влазим? Точно не мы. Самая потрясающая вещь, которая случилась в Китае где-то в последние лет 5, это переход с бензиновых двигателей у мотороллеров на электрические. Если мы увидим, все мотороллеры, которые едут за мной, они все бесшумные. Иногда это бывает немножко страшно. То есть им приходится пользоваться гудками гораздо чаще, чем раньше. Потому что раньше их можно было узнать по твердежу, а сегодня их вообще не слышно. Велосипед, который едет, у него крещет как громче, чем у безшумного электрического мопеда. Автобусы и машины стали гораздо громче, чем мотоциклы. А вот вся эта огромная толпа людей, которые едут на мотоциклах и мотороллерах, она стала абсолютно беззвучной. Это фантастическое зрелище. И мои коллеги из экспедиции, которые здесь сегодня со мной тоже пришли, они тоже в этом зале все в полном составе. Поэтому прошу любить и желавать. И приятного вечера. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...